Привет, друзья! Попросили меня в личке там несколько раз рассказать, чтобы я сам про себя рассказал. Ну, как-то немножко сложно про себя рассказывать. Ну, коротенько попробую, что такое школа наша, человек больше, хомофутурус, и кто я такой. Ну, это для тех, кто вообще не знает, чем мы занимаемся, для чего. Ну, во-первых, про меня. А я врач, психиатр по диплому, закончил интернатуру по психиатрии, занимался много лет со студенческой наукой, общался с научными учреждениями в Москве, хотя живу в Ачкале, в Дагестане. Родился 4 марта 1951 года. Значит, я поэтому по переписке общался с выдающимися деятелями, с таким, например, как Леонид Павлович Гримак, который общался, ну, писал книги, я читал его книги, и мы переписывались. Я потом к нему поехал, мы подружились. Он меня потом привез в Центр подготовки космонавтов, познакомил с командованием. Потом я приезжал в командировки Центра подготовки космонавтов и создал там модель невесомости у космонавтов в земных условиях для адаптации человека в полете к условиям невесомости, преодоления стресса и адаптации к перегрузкам. Потом я работал в Армении по приглашению в электронной промышленности МЭП СССР на предприятии, завод Сириус, ПО «Пазистер». И 15 тысяч женщин работали с микроскопами. Я их обучал снимать зрительную усталость. Они работали 2 года, например, на рабочем месте, и потом стали 5 лет работать. Изначально там была комната психологической разгрузки. Ну, представьте себе, кислородные коктейли, кресла стоят в ряд, панорамные слайды с видами природы, шум бегущей воды. И там аутотреник крутили. Аутотреник по магнитофону. Туда приезжали люди со всего мира в гости. Они приезжали сначала в Армению, а из Армении, там, из СК партии, значит, Демирчан посылал, значит, на наше предприятие к Петросяну, к Эдику Александровичу, генеральному директору этого предприятия. А там как раз комната психоразгрузки. И показывали всем, как мы работаем, помогаем рабочим. Чтобы они лучше работали, меньше уставали, были здоровыми и так далее. И поэтому Петросян меня очень уважал. Пять лет я там по приглашению работал. Обо мне писали все газеты. Первая газета была в Комсомольской правде еще в 1984 году. Потом в Правде, в Известиях, в социндустрии, в журналах, науках и жизни, и так далее. Приезжали все смотреть и удивляться. Почему? Потому что в то время в Советском Союзе появилась в газете, правда, статья такая. Получил задание, отдыхая, когда надо всем работать. Но вот это было уникально, конечно. Первая моя книга вышла в 1990 году в издательстве «Молодая гладия», тоже массовым тиражом, ключ к себе. Потом, значит, поскольку все туда приезжали, то я встречался и с Чебриковым, с начальником КГБ СССР, потому что мы с Петросянами ездили на границу, там Арташат рядом, а я обучал там пограничников, когда они проверяют контрольную следовую полосу, чтобы они не уставали, потому что у них много сработок бывает, и наше предприятие, еще кроме того, что делало микроэлектронику, оно делало такие вот экранчики с радаром небольшим, и были моменты, когда могли спросить, а не слишком ли маленький экран, чтобы человек дежурный, там пограничник устал, я показывал, что эти пограничники могут сами себя регулировать, даже боль снимать, не только в усталости, демонстрировал, меня знали. Потом, значит, я из этой комнаты психоразвроски превратил, значит, целый отдел был, промышленной психофизиологии. Я создал такое направление, как промышленная психофизиология. Алло. Да, извиняюсь, вы знаете, я вам позвоню в понедельник, может быть, я просто еще раз позвонил, чтобы сказать, что я никак не могу к этому скайпу подключиться. Я понял, понял, позвоните в понедельник. Да, и вот, постоянно вот так вот звонят мне по разным поводам. Значит, интересно то, что я вместе с Петро Сианом, с нашим, который шел ко мне на встречу, во всех отношениях, и в быту, и в работе, создал отдел на базе этой комнаты психоразвроски. Было у меня где-то человек 30, там и физиологи, и психологи, и инженер был, и математик был, в общем, и у меня огромная машина электронная вычислительная была на Ире, которая вообще-то занимала там, знаете, две огромные такие комнаты. У меня камера была экранированная, где я проводил исследования. Ну, и двухэтажный корпус был. Это уже была не комната психологической разгрузки, а учебный центр, специальный центр подготовки операторов, микроскопистов, чтобы они не уставали. И у меня прямо прямая дорожка была от моего вот этого здания, внутри герметазон, где только в бахилу ходили, а у меня прямо прямая дорожка была в кабинет генерального директора, потому что гости приезжали, он их прямо ко мне и приводил, показывать, как мы помогаем рабочим. С кем только не встречался, и замминистра здравоохранения Италии, и замцы КПРФСоюзов, СССР, ну, короче говоря, со всеми, а все психологи, которые работали на электронных предприятиях, психологи, они приезжали ко мне учиться. МЭП СССР меня знали, даже было такое, что мне пришлось нашего электронного императора, министра электронных, электронной промышленности, МЭП СССР, знаменитого Шолкина. Да, я ему сделал так, что он мог и писать, и ходить, потому что до того, как мы с ним познакомились, он не мог писать, он ставил фоксимилей, ходить не мог. Он мне говорит, и ты мне не поможешь, потому что 19 медицинских комиссий Минздрава мне помогали. Что ты можешь сделать? Я говорю, я вам сделаю одну процедуру, уеду, а вы мне скажете потом, нужен я вам. И через месяц, а все это время, все предприятие ждало, что скажет Шолкин, но звонок раздался, и Петрося мне говорит, Шолкин звонит, возьми трубку и мне, и Александр Иванович сказал, прилетайте. Я прилетел, 9-10 работал, правда, мне приходилось рано утром к нему ездить, это не мое время, но я ездил, делал процедуры, заодно я ему рассказывал, как я работаю на предприятии, он с интересом слушал, он очень умный человек, да, дважды герой социалистического труда, друг Косыгина. Ну, вообще, короче говоря, жизнь у меня была такая, что кругом я был окружен психологами, которых я обучал, кругом был знаменитостями окружен, я дружил окружен с Баккиным Исаевичем Саркисовым, президентом, называлось Верховный Совет Армянской ССР, президиумом Верховного Совета, он был председателем президиума Верховного Совета, Баккин Исаевич, из Карабаха, и, короче говоря, мы с ним дружили, я помогал его жене выздороветь, и когда он был в Москве, а председателем президиума Верховного Совета в Союзах Республик, они по разу в году дежурят в Москве в числе Брежнева зама, понимаете, и вот, пока я там был, я ездил на его ЗИЛе, это ЗИЛ был не обычный, правительственная ЗИЛа на 9 сантиметров больше, и вот я еду в одном ЗИЛе по Москве и смотрю, ну, хоть бы с кем встретиться, чтобы видели, в какой машине я разъезжаю, ну, никого не встретился, а потом, когда ЗИЛ сдал, значит, на следующий день товарища встретил его, ну, а так бывает. я немножко юморист, поэтому я немножко придаю шарму этой нашей встрече, потому что рассказывать о себе сложно. Потом я, значит, приехал опять себе в Дагестан через пять лет. В Дагестане я был начальником Центра Саморегуляции Человека в системе Минздрава, где я обучал в этом Центре из 70 стран, ой, господи, 70 городов СНГ, это разные страны, из 70 городов СНГ, это я уже сейчас, уже из 70, и большие страны у меня, люди в школе, человек, бывший хомофутурус, но эта школа зачиналась именно тогда в Махачкаре, потому что потом у меня был Центр Саморегуляции Человека хомофутурус, куда как раз-таки приезжали очень много разных людей обучаться, и так получилось, что первое помещение у меня было Дадина Юсупова, выдающийся человек, был первой частью арабковой партии Дагестана, Юсупов мне дал помещение, оно находилось в бывшем дегустационном зале Дагвино, а потом оно стало помещением для общества трезвости, а потом оно же стало, вот мне дали это помещение, Центром Саморегуляции Человека, вот видите, я все время находился в переходе эпох, от винзавода, от Центра Дегустации Виноделия, до, через общество трезвости, повторюсь, до Центра Саморегуляции Человека, интересно, правда, потом, значит, у меня был свой Центр Саморегуляции Человека, Хомофутурус, при Американском фонде культурной инициативы, потом я работал Дагэнерго, 9 лет я обучал диспетчеров и монтеров, и релещиков энергопредприятия, где я работал 9 лет, начальником лаборатории Саморегуляции, значит, службы надежности Дагэнерго, 9 лет я обучал их семей, членов семей, кроме этого, военных обучал, в Махачкала, там, членов семей военных, и, ну, годы же были какие-то, и война чеченская началась, я там на телевидении обучал, значит, все население Дагестана, ездил по селам со своим сыном Аленом, Ален у меня тоже психолог, профессиональный, с ним мы ездили 9 лет, потом в Каспийске два раза теракты были, и дважды мы с Аленом там вынимали людей после шока вот этого теракта, и второй раз уже я приехал туда, пригласил и командую из Москвы, и мы все вместе работали, и они тоже обучались методу ключа по ходу работы, потом, значит, я занимался, вот у меня книжка тогда в 96-м году вышла, «Защита от стресса, как сохранить и реализовать себя в современных условиях», и здесь у меня и директор Института Сербского, Академик Морозов, и Академик Космонавтики Забродин, потом он стал замминистром социальным, социальным министром России, и директор Института философии Академии наук СССР, мы со всеми дружили, да, лично они не то, что мою книжку читали, мы даже фильм сделали, учебный для детей, их родителей, педагогов, азбука, сама регуляция такая, и вот там и дети, и педагоги, а в Махачкале когда я работал, я помогал и детям, и моя дочка Шейла, Лива тоже психолог, ну короче говоря, у нас так получилось, что вся семья психологи, а я врач еще к этому же, я кроме того еще потом работал в центре авиационно-космической медицины в Министерство обороны, там защищал и диссертацию по антистрессовой подготовке лиц опасных профессий, по методу ключ, да, это уникально, вот, потом, значит, я занимался тем, что обучал психологов в Дагестане всех, всех психологов, структуры, которые у нас были, социальные, там, Министерство социальной защиты, там, и другие, Минобразование, и взрывоохранение, я обучал психологов, чтобы они знали, что такое, и психотерапевты, там, были, они обучались методу ключа, ну, после землетрясений, там, после набега Радуева, в Кизляр, я туда ездил, выводил людей из шока после этого теракта, потом, значит, я еще что делал, потом я в Москве, как автор метода ключ, совместно с Минздравом в России, МЧС России, Минобразованием России, Кабитетом Общественных Правительственных Связей и Общественных Связей Правительства Москвы, совместно с моим, я учредитель, я не учредители, совместно создали, значит, негосторонное образовательное учреждение центр защиты от стресса и 20 лет я на таганке тоже принимал людей из разных стран тоже помогал жертвам насилия военных конфликтов обучал психологов я готовил военный персонал к подъему этому ходу курск я потом уже через годы готовил испытательных космической международной программы марс 500 ну потом у меня книги выходили на русском языке и переводились и на английском на французском вот на французском например в изнательство экономики я там был бренде пять российских авторов в париже потом выходили книги у меня в софии изнательство homo futures я подарил это название этому издательству первые мои книги вышли на болгарском четыре книги а потом уже это издательство мощное такое много других книг выпускал известное издательство homo futurus таким образом homo futurus школа моя сейчас она уже имеет там на канале у нас пятьдесят пять тысяч подписчиков сколько это растет все время из разных стран там мы проводим проводим всякие встречи создаем совместно науку человечности почему потому что оказывается вот человечность сама вот эта способность любить сопереживать сострадать созидать чувство бесценности живого потребность сотрудничестве счастье быть собой высшее счастье быть собой и каждому вместе вот это все мы развиваем в школе и очень прекрасные участники у нас там пишут свои предложения определяем понятие что такое счастье что такое созидание как понятие аппарата потому что в религии которые созданы тысячи лет назад вот это сама сути которая сейчас сказала об этих способностях и качества человека которые едины они по отдельности не бывают это качество такое есть душа у чек или нет и способность сопереживать и нет любить это вот это качество вот это сама сам смысл вылучивается процессе трансляции значит веками вот эта же школа какая-то или может быть школа там религиозная религиозная это может идет от моисея или от христа или от будды или от магомета идет вот она вылучивается и сама суть иногда пропадает потому что по среднему ученику примитивизируется подвознику примитивизируется суть вылучивается форма остается традиции обычаи там и так далее и вот поэтому пандемия произошла а религии не спасли сейчас наука нужна наука потому что наука она научно-технический прогресс всегда обгоняет прогресс в развитии человека и вот эта человечность наука человечность и то что мы создаем совместно школе очень важно потому что это единый общий для всех язык будет и для верующих и не для верующих и для атеистов и для философов и для спортсменов и для всех но это наука которая всех объединит вот поэтому я считаю что призвание эмиссия нашей школы сократить кризисы и войны на планете сократить потребность лекарствах объединить людей потому что на основе именно человечности создавая самая лучшая да а безответственность она как раз таки создает такие пандемии вот такая ситуация что еще могу про себя рассказать но я заслуженный врач республики дагестан при этом уникальная уникальная 6 с фамилией алиев ряд премии ленского комсомола армении вот потому что вот это то чем я занимаюсь всеми уважаемо всем это нужно очень важно то чем мы занимаемся наша школа что это из себя представляет это во первых youtube канал хасей алиев метод ключ во вторых это книги книги которые можно в сайте посмотреть сайт стрессу и хасей ру в сайте стрессу архив пошел архив видео архив там пошел даст хасей рука сайт более современный что еще у нас еще есть skype индивидуальный я иногда помогаю вот так вот по вечерам ко мне звонят помощь попросить и я в skype работаю кто меня еще кучу провожу некоторым людям кто готовится к чемпионатам соревнованиям к олимпиадам и развивает изобретательское мышление я этим занимаюсь потому что первые ученики от шулера были моими учениками первыми которые когда у них руки пошли они вышли на состояние вот это вот состояние полетности как невесомости не коллофи там уже начали нам это рассказывал теоретически а здесь я почувствую практически это только свободным человек может выздоравливать только свободу человеке помогает изобретать создавать новое потому что освобождая человек от штампов шаблонов стереотипы всяких страхов подражание авторитета освобождает голову и человек может свободно мыслить и создавать новое ну вот что еще я могу про себя рассказать ну хороший парень сам по натуре добрый не потому что я сам себя таким сделал конечно у меня дедушка был добрый поэтому она генетика играет большую роль и занимаюсь наукой междисциплинарной я одновременно и психологией медициной и педагогикой и физкультурой потому что часть метода ключ уже учебники по физкультуре до 10-11 классов профессора матвеева анатолия петровича российских школах так что вот постепенно наша школа целом будет развиваться все больше и больше ну ну что еще рассказать про себя но люблю я стихи писать люблю картины рисовать я разносторонний всех учу быть разносторонними потому что чем больше любимых видов деятельности тем устойчив человек не получается но получается в другом там где получается эту уверенность берет или туда перекладывает там где не получается если школа существующая она работает на основе концепции повторяя пока не получится шаг за шагом то я создал новую концепцию это принцип подбора путем перебора этом этот ключ на этом основа сразу подберешь что тебе подходит и это развивает способность мыслить потому что сейчас условия неопределенности постоянно ситуация меняется и как раз таки эти концепции повторением от учения и принцип подбора путем перебора сейчас синергируем и создается новый концепция образования вообще единственное в мире новое а в школе человек будущего мы создаем еще образ будущего потому что у нас есть национальная идея которую я создал и вот федор макаров был главным редактором и здесь моя картина тоже ангел трубач это благовесть вот пожалуйста национальная идея россии манифест есть сказано почему россия находясь между западом и востоком ментальном смысле не географическом две ментальности две культуры где первичные материальные ценности и первичные духовные ценности и поэтому россия находясь между двумя этими доминантами постоянно переписывать свою историю заново намного там чего интересного это редеры кто хочет может взять там заказать почитать и так друзья я рассказал в принципе много могу рассказывать потому что по каждому эпизоду например как я готовил национальную сборную по парусу на олимпийские игры в китае ездил с ними в китае или ездил на международный чемпионат португалии готовил там ну по любому поводу как я готовил спецназ как я готовил обучал художников освобождаться от шаблонов потому что даже художник даже большой художник все равно накапливают стереотипы а чтобы он был всегда свежие свежие идеи появлялись но вот это вот все можно было бы взять и каждый кусочек раскрыть это будет море информации необыкновенной но вот это мы постепенно раскрываем поэтому у меня в школе человек будущего много теми и поэтому когда вы заходите на youtube канал смотрите по тем ролики и вы найдете много бесплатных ликбезов связанных с тем как снимать страхи как выздоравливать как общаться по темам а если реминар очень много разного так что вот это все наша школа человек будущего что еще сказать только пожелать вступайте нашу школу человек будущего я думаю от этого вам будет только позже